С гордостью представляю своего коллегу-единомышленника, народного артиста России, Ивана Агапова. Доброе утро! Спасибо. Сегодня, Вань, ты поможешь нам готовить очень полезную еду. Полезную – это хорошо. Полезная – это всегда хорошо. Как пессимистично сейчас бы развучало. Видимо, имеется опыт того, что всё полезно и невкусно. Опыт имеется, но боремся. Надо себя приучать к полезной... Ну, совместить полезное и вкусное – это всё равно, что не знаю. А какой неприятный опыт был? Ну, вот все средства для похудения, они, как правило, с моей точки зрения, как-то не очень радуют вкусовыми ощущениями. То есть есть что-то, но это такое, ну, что-то безвкусно, пресно. Ну, чтобы много не съел, короче. Ну, да, да, да. А много не хочется. Ну, потому что невкусно. Ну, что ж, а мы сегодня возьмём и опровергнем, напрочь сравняем, можно сказать, с землёй. Это устоявшийся миф. Потому что мы приготовим картофельное пюре. То есть, на первый взгляд, такой продукт, мягко выражаясь, не для похудения. Но мы сделаем так, что он будет для похудения. И при этом вкусный. Вот это да. Значит, что нам понадобится? Рассказываю. Понадобится нам 250 граммов картофеля. Это на порцию. Одна луковица. Два зубчика чеснока. Прекрасно. И вот этот волшебный ингредиент. Это корень сельдерея. Угу. Кстати, пробовали когда-нибудь корень сельдерея? Нет. Нет, сейчас попробую бы эти. Собственно, сельдерей достаточно почистить, ну, так обрезать шкурку, порубить не очень мелко. И прямо вместе с картофелем, с луком и с чесноком сварить. У нас, собственно, вот уже мы сварили кастрюльку. Сливаем бульончик. Угу. Сливаем, 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 сливаем. Слили бульончик. Так. И отсюда луковицу лучше удалить. Почему лучше удалить? А потому что она все равно в процессе варки весь вкус нам отдала. И, судя по всему, запах. И запах тоже. Угу. Поэтому ее, в общем, можно смело оттуда убирать. Вот у нас остаются, собственно, ингредиенты для приготовления нашего пюре. Далее мы берем молоко. Вместо жирных сливок всего лишь 50 миллилитров обычного молока. Угу. И с помощью блендера все это измельчаем. Когда-то надо начинать. Я придержу. Поехали. Ложись. Молодец. Хорошо. Хоть что-то полезное за день сделала. Ну, получается. Да неплохо получается, в принципе. Мне кажется, уже достаточно. Вы, кстати, обратили внимание, что мы не солили. Мы вместо соли воспользуемся морской капустой. Угощайтесь. Она вкусная. Лучше чем-то. Нет, нет. Вкусная, вкусная. Я попробую. Солененькая. Угу. Попробуем. Расскажу вам о полезных свойствах этого блюда. Во-первых, оно помогает избавиться от отеков. Корень сельдерей содержит большое количество калия. Этот микроэлемент выводит лишнюю жидкость из организма. Уже хорошо. Далее он улучшает моторику желудочно-кишечного тракта, потому что там содержится большое количество пищевых растительных волокон. И помимо этого, очень важно, снижает уровень холестерина в крови. Так это же действительно очень полезно. Действительно очень полезно. Ну, теперь осталось понять на вкус, понравится вам это или нет. Попробуй. Ну. Очень вкусно. Нет, очень вкусно. Деликатно. Ну, на самом деле, естественно, что пюре – это гарнир. То есть все-таки что-то еще может быть дополнительно. Ну, согласитесь, что если сравнивать, например, калорийность этого пюре и обычного картофельного пюре, вот здесь мы почувствуем разницу. Очень серьезно. Обычное картофельное пюре, ну, среднестатистическое, это порядка 130 килокалорий на 100 грамм. Ну, то есть стандартная порция будет где-то в районе 400 килокалорий. Да. Знаете, сколько в нашем пюре калорий? Сколько же? 49. 49 всего. Приготовьте полезное картофельное пюре и наслаждайтесь его вкусом, без вреда для здоровья и фигуры. АПЛОДИСМЕНТЫ БОЕГЛИЙСКИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА